Библейский портал экзегет.ру представляет 21-я последняя глава Евангелия от Иоанна. Я читаю свой перевод для библейского портала Экзегет. И вы знаете, если бы не было этой главы в Евангелии от Иоанна, никто бы не сказал, что там чего-то не хватает. Как прекрасно заканчивается 20-я. А эта книга написана, чтобы вы уверовали, Иисус есть Христос, Сын Божий, и, уверовав, обрели вечную жизнь во имя Его. Аминь. Финал. Что еще добавлять? Но 20-я глава про воскресенье, про то, как очень не сразу ученики принимают весть о воскресенье, про то, как они сопротивляются даже некоторое время этой вести, они готовы к ней. Но вот они ее приняли в конце 20-й главы. А дальше? Вот есть такая вещь в книгах, как эпилог. Эпилог – это что-то, что происходит потом, когда закончилось основное действие. И зачем он бывает нужен? Ну, как бы показать, что дальше стало с этими людьми, что им важно, что им нужно. И эпилог, он, может быть, большого значения самостоятельного не имеет, но он придает какую-то завершенность истории. Вот 20-я глава все-таки далека от завершенности. Христос воскрес, ух ты! И все. После этого Иисус снова явился ученикам на Тевриатском море. Я напомню, что это Генесарецкое или Галилейское озеро на севере Святой Земли, то есть это уже не в Иерусалиме. Стало быть, они вернулись к себе на родину. Это явление произошло таким образом. Там собрались Симон, Петр, Фома по прозванию Близнец, сына Фанаила с Каной Галилейской, двое сыновей Завидея, ну это Иоанн и Аков, еще двое его учеников. Говорит им Симон Петр, ну и что он им говорит? Наверное, сейчас мы понесем весть об Иисусе, свидетелями ему будем как? Я иду ловить рыбу. Они отвечают ему, и мы идем с тобой. Вообще ничего не изменилось, да? Вернулись домой, стали ловить рыбу, как до этого ловили. А что делать-то, да? Вот, смотрите, у Луки там они ждут пришествия Святого Духа, да? А у Иоанна они такие простые рыбаки, как в 20 главе. Они очень с трудом верят в воскресенье, так в 21-м они продолжают жить своей обычной жизнью. Вот прямо удивительно, да? Ничего не изменилось вообще. Они пошли и сели в лодку, но той ночью так ничего и не поймали. И с этим ничего не изменилось, да? Когда уже занималась заря, Иисус стал на берегу. Но ученики не знали, что это Иисус. И опять они не знают. Говорит им Иисус, ребята, есть у вас чем позавтракать? Да, перевод, ребята, вам кажется грубым, но там так написано, по идее. Они ему ответили, нет. Вы представляете себе этих рыбаков? Всю ночь ловили, голодные, как звери, да? Так ничего же не поймали, позавтракать-то нечем. А тут еще этот пришел, там с берега чего-то кричит. Есть у вас чем позавтракать? Издеваются, наверное. Они же не знают, кто это. Он им говорит, забросьте сеть справа от лодки, тогда будет улов. Те забросили сеть и не могли ее вытащить, так много в ней оказалось рыбы. Тогда тот ученик, которого особенно любил Иисус, говорит Петру, это Господь. А это, скорее всего, сам Иоанн. И он такой, ну, самый близкий и самый сообразительный, если хотите. До него как-то быстрее доходят. Остальные такие, ну, не очень сообразительные ученики. Не очень лестно он их рисует, между прочим. И себя, в общем-то, тоже среди них. Так это Господь, когда он сказал, когда они поймали очень много рыбы. И есть теперь чем позавтракать, и что на рынок отнести, и чем семью накормить. Очень хороший улов. То есть, получается, Иисус это такой бог рыбной ловли, который посылает удачу. И надо порадоваться. Вот буквально так, когда читаешь первый раз. А Симон Петр, едва услышав, что это Господь, набросил на себя верхнюю одежду, он был раздет. Ну, видимо, действительно, если ты ловишь рыбу, и погода теплая, зачем там одеваться? Но это неприлично, голым перед Господом. И бросился в море. Побыстрее добраться до берега. А другие ученики поплыли на лодке, таща за ней, сидит с рыбой. Они же рыбы поймали много, да? Как-то они ее бросят. А Симону Петру уже ничего не надо. Уже никакой рыбы. До берега было недалеко, всего локтей 200, но это 100 метров. Но большой улов еще надо дотащить. Они вышли на землю и видят, что уже разложен огонь, на нем печется рыба и есть хлеб. То есть, завтракать, так кажется, есть чем. Даже не нужно было этого чудесного улова. Иисус им говорит, добавьте-ка рыб из свежего улова. Да, такая совершенно постаральная сцена. И он вообще любит эти сцены из такой простой галилейской жизни. Вот представляете себе, вы всю ночь ловили рыбу, продрогли, устали, не было никакой рыбы. И вдруг не только куча рыбы, но еще и завтрак готов. Так бы им что пришлось? Собирать там дрова, разводить огонь, эту рыбу печь. Она же не за две минуты печется. Они бы еще там голодные, полчаса минимум сидели. А тут вот прямо сразу и рыбы много, и завтрак готов, и любимый учитель с ними. Симон Петр вернулся в лодку и вытащил на берег сеть, полную больших рыб. А он прямо вот самый-самый деятельный. Их было 153. Посчитали. Вот вы в такой ситуации стали считать рыб? А у них вся жизнь от этого зависит. Сколько они сами сидят, сколько продадут. 153 больших рыбы. Отличный улов. И при таком околичестве сеть не порвалась. Тоже важная деталь. Сеть-то чинить придется. А если порвется, вообще половина этой рыбы обратно в озеро убежит. Иисус им говорит, давайте завтракать. Вот это совершенно потрясающая пасторальная сцена. Вот деревенская жизнь такая. Вот как она есть. Какие они апостолы, какие они ученики. Настолько, что было куча всего такого высокого, особенно эти последние речи Иисуса после Тайной Вечери. Я во Отце, и вы во Мне. Ребят, есть чем позавтракать? А ну еще рыбки принесите. Давайте садимся, поедим. Как будто вообще ничего этого не было. Зачем? Зачем этот эпилог? Ну, подумаем еще об этом. Никто из учеников не осмеливался задать им вопрос, кто ты? Они поняли, что это Господь. Иисус подходит, раздает им хлеб, а затем рыбу. Ну, как было когда-то, да, когда там чудо умножения хлебов было, но только здесь они, рыбы, умножились, причем сразу много их очень оказалось. Так Иисус явился своим ученикам уже в третий раз после воскресения из мертвых. Я напомню, что первые два раза, когда они там в Иерусалиме сидели за закрытыми деревьями. Зачем этот нарочито сниженный эпизод? Дать еще одно чудо, что поймали они очень много рыбы, но уже как-то мелковато после всего, да, особенно после воскресения. Показать, что ученики такие непонятливые и совершенно не собирались ничего такого делать, и тут он им явился. Снизить вот этот высокий пафос, да? Иначе мы можем решить, что вот это все про каких-то совершенно святых людей, которые там на облаках ходят и питаются росой небесной. Да нет, они такие же, как были. Они совершенно простые галилейские рыбаки. Мне кажется, все эти ответы имеют свой смысл. Но давайте прочитаем дальше, чтобы было понятно в контексте всей главы. Глава, вот одно событие написано, но оно распадается на две неравные части. Первая часть, вот, описание рыбной ловли на Галилейском море ночное, а вторая вдруг появляется что-то совсем другое. А после завтрака надо же накормить голодных. Иисус спрашивает Симона Петра, Симон, сын Иоанна, любишь ли ты меня больше остальных? Тот ему отвечает, да, Господи, ты знаешь, что я тебя люблю. Он не добавил больше остальных. Наверное, ну, как-то было бы нескромно, и если Господь сам знает, то знает больше, меньше, так же. Да, кстати, тут в этом отрывке три вопроса, три ответа, и глаголы любить там разные, агапава и филео. Иногда из этого выводят какой-то смысл, что агапава — это такая любовь больше духовная, филео такая больше приятельски-дружеская. Мне кажется, это просто... Ну, мы не всегда же говорим одними словами, да, что, может быть, даже специально они говорят разные глаголы, чтобы назвать чуть-чуть иначе, да, свою любовь. Но вряд ли это два разных вида любви. Не вижу в этом такого смысла. Так вот, ты знаешь, что я тебя люблю. Иисус ему говорит, паси моих овец. Петр у нас вроде как главный, но в какой момент он становится главным? Когда он проявляет свою любовь. Причем, смотрите, он там проявил эту любовь тем, что он бросился, не мог ждать, пока лодка до берега доплывет, бросился в воду и поплыл сам в одежде еще, чтобы прилично выглядеть. Затем вторично спрашивают его, «Симон, сын Иоанна, любишь ли ты меня?» Тут ему отвечают, «Да, Господи, ты знаешь, что я тебя люблю». Буквальный повтор. Иисус ему говорит, паси моих овец. И в третий раз спрашивает его, «Симон, сын Иоанна, любишь ли ты меня?» Петра огорчило, что Иисус третий раз задал вопрос, «Любишь ли ты меня?» Ну, как бы не верит, да. Он говорит ему, «Господи, тебе же все известно, и ты знаешь, что я тебя люблю». Значит, действительно любит. Вот, может быть, Иисус каким-то образом хотел, ну, что ли, проверить его постоянство. А кроме того, это перекликается с тремя отречениями. Когда Иисуса судили во дворе первосвященника, Петр три раза отрекся от Иисуса. И три раза он признался в своей любви. Интересно, что он здесь не раскаивается, он не говорит, «Господи, прости, что я так сделал». Он просто переигрывает это, да. Просто говорит другие слова, которые стирают прошлое, да. Иисус ему говорит, «Паси моих овец. Аминь, аминь, говорю тебе. Когда ты был молод, ты сам опоясывался и шел, куда хотел. А когда состаришься, то протянешь руки, и другой тебя опояшет и поведет, куда ты не хочешь». Ну, очевидно, иметь в виду свяжет, да, опояшет здесь в переносном смысле. И на казнь он сказал это как предсказание, какой именно смертью тот прославит Бога. Ну, прославление Бога, мы уже говорили, применительно к речам Иисуса, что уже в еврейской традиции есть это понятие прославление Бога как мученическая смерть. То есть человек отдает самое дорогое, что у него есть, во имя Бога, и тем самым его прославляет. А потом добавил к сказанному, «Иди за мной». То есть три раза паси моих овец, и один раз иди за мной. Потому что овец много, а я, то есть Иисус, один. Или потому что паси моих овец – это под условием. Вот когда человек может становиться пастырем овец Иисуса? Когда он любит Иисуса? Единственное условие. Да, потом там появятся всякие канонические правила и все прочее, но пасти других ты можешь, если ты его любишь. Больше никаких оснований есть. Нет, а иди за мной – это как бы безусловно. Петр обернулся и посмотрел на ученика, которого особенно любил Иисус. Это он на трапезе прильнул к груди Иисуса и спросил, «Господи, кто предаст тебя?» Вот все время этот ученик, которого особенно любит Иисус, которым видят, конечно, все самого Иоанна, автора Евангелия. А глядя на него, Петр спросил Иисуса, «Господи, а как будет с ним?» Кажется, они особенно дружны, да? Они еще и к могиле пустой приходили в предыдущей главе именно вдвоем, да? И на тайной вечере Петр спросил этого самого любимого ученика, и тот, наверное, Петру передал ответ Иисуса. И вот впервые Петр получает какое-то поручение отдельно, да? Ну, и он хочет, естественное желание, спросить о своем близком друге. Говорит ему Иисус, «Если я хочу, чтобы он дождался моего возвращения, что тебе до того? Ты иди за мной». С тех пор среди братьев разошлась молва, что этот ученик не умрет, ну, то есть, доживет до второго пришествия. Но Иисус не сказал о нем, что он не умрет. Он сказал так, «Если я хочу, чтобы он дождался моего возвращения, что тебе до того?» Ну, то есть, получается, что даже если я хочу, да, вот Петру, он предсказал мученическую смерть, а Петр, а тот, что, и в этом могло так прозвучать, «Я-то умру, а он...» Иисус говорит, «Ну, если я не хочу, чтобы он умирал, тебе какое дело? Ты иди за мной». Этот самый ученик свидетельствует обо всем этом. Он это записал, и мы знаем, что его свидетельство истинно. А кто мы? Судя по всему, это община Иоанна. То есть, вот эти последние строки – это как бы приписка, да, к тому, что Иоанн написал. Мы знаем, что свидетельство истинно. То есть, община подтверждает, что это не просто чьи-то фантазии. «Много есть других дел, которые сотворил Иисус. Если бы все их записать по порядку, то, полагаю, весь этот мир не смог бы вместить написанных книг». Но сказанного достаточно для того, чтобы, как сказано в конце предыдущей 20-й главы, вы поверили, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, уверовав, имели жизнь вечную. Ну что ж, на этом заканчивается Евангелие от Иоанна. И, может быть, только последнее, что я хочу сказать в связи с 21-й главой. Вот удивительная, конечно, глава, в которой сочетается такая бытовая простота и непосредственность, и вот это предсказание будущего, повеление пасти овец. То есть, это все взаимосвязано. Вот в простой жизни может быть самое великое. И самое великое, оно не вытесняет эту простую жизнь, оно дополняет ее. Они все-таки сначала позавтракали, только потом получил Петр повеление идти и пасти овец. Продолжение следует...